Доброе утро, наши большие, маленькие телезрители! Здорово, Сарь! Ну-ка, дай сюда! Ты что это вздумал? По птицам стрелять в меня? Да нет, 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 Капа! Я решил рогатку свою старую обменять на... Нет, это прекрати! Дай сюда! На календарике, на держи! Капылов, дай сюда! На держи! На календарике, смотри! Для разве не было коллекции календарей переливных? Оп-оп-оп-оп-оп! Смотрите, какие классы! Это они стоили! Вот за один такой переливной календарик брали 4 обычных! Саня! А за рогатку сколько дадут? За рогатку, я думаю, вот штук 5 вот таких переливных! Обменяй на календарик! Хорошо, вот! Ну, друзья, на самом деле, мы продолжаем экскурс! Наше советское детство у нас... Здравствуйте, если вы что-то заболтались! В гостях! Доброе утро! Доброе утро, Ирина! А мы тут рогатку на календарике меняем просто! Ну и правильно, календарики-то лучше, чем рогатка! На самом деле, рогатка-это тоже советская игрушка, но самодельная! Вот это вот все игрушки, которые не продавались чаще всего в магазине, например, рогатку нельзя было купить, но она была практически у всех мальчишек! У вас была, Александр? Была, конечно, рогатка у меня! Что вы делали с этой рогаткой? Ой, куда я только не видел! Ну, не будем рассказывать это в утреннем эфире! Рогатка, да, это как бы... Ну, это вещи! Боевое твое оружие было! А еще у всех девчонок во дворе всегда была резиночка, игрушка, игра, в которую играли чаще всего девочки! И, кстати, мальчики тоже! Мальчики тоже! Две девчонки стояли, да, держали резиночку, а одна прыгала, нужно было разные упражнения выполнять, и таким образом... Разные комбинации, да! И самое главное, не окараться, то есть не задеть резиночку ногами! И потом еще выше-выше поднималась резиночка, то есть сначала низкий уровень, потом выше! Самое крутое, кстати, это было, знаете, когда резиночка целая! Делек накопила себе девочка, да, с обедов, например, в школе, и купила целую резинку, а не собрала ее из маленьких кусочков! Но это классная игрушка! Это резинка бельевая, еще ее использовали для папиных трусов! А вот это, коньки, это же тоже такой раритетичный, ребята! Это зимний иг, да, 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 ну вот их, кстати, привязывали к валенкам, да, ну, удобно! Ну-ка, давай-ка! Давайте, давайте посмотрим, вот вам, пожалуйста! Пример, 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 что подошли! Слушай, а так-то ничего-то... Такие безразмерные немножко, да, то есть вариант... Можно регулировать, кстати, да, здесь вот двигается на пяточке, и можно сделать побольше! Вот сейчас, если вы увидите, здесь есть винтики, да, и можно было отрегулировать, да? Это очень удобно, да, то есть ребенок подрастает быстро, ему хватило бы на два-три сезона таких коньков! А вот здесь, вот капиталинчик, это для тебя, такой сюрприз! О-о-о! Пуговицы! Мы сейчас у бабушек такое редко, наверное, видим, но все бабушки, все мамы практически собирали пуговицы, никакая одежда не выкидывалась, всегда с нее снимали пуговицы, а вдруг пригодится, а вдруг потом нужно! И, конечно, вот ребенок сидел и вечерами перебирал эти пуговички, там были какие-нибудь всегда красивые, блестящие, или золотые, или с рисуночком! Просто смотреть, Ирин, просто смотреть, привет! Надо просто смотреть! Да, 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 или сделать себе бусики, например! А еще, а пацаны, что все про девчонок, да про девчонок, а пацаны играли в пробки из-под одеколонов, вот так скручивали, там, причем же у каждой пробки было свое звание, там была дама, была богиня! Ну-ка, поподробнее! И ногами нужно было сбивать, ой, я уж сейчас точно не помню! Что-то мимо меня прошла такая игра! Была, была такая игра, да, но поскольку это мальчиковая игра, да, я вот ее не смогла... Ну, это просто пробки самые разные, и у каждой был свой номинал, были редкие пробки, были пробки, как пешки, например, да, такие разменные! Друзья, если кто-то из вас помнит правила игры в пробки, мальчиков, пожалуйста, напишите нам! А или фотографии, может быть, есть, да! Мы с вами сразимся! Сразимся обязательно! Ну что ж, смотрите, из простых вещей, казалось бы, человек делал себе целый мир и развлечений! Вот так! Елена, спасибо большое! Спасибо, Елена! Елена Шевтоносова у нас в гостях, основатель музея советского быта, сделанного в СССР! Пока-пока!